добрый вечер дорогие друзья в эфире большая игра и сегодня мы поговорим о двух явлениях которые произошли у нашего северного соседа оказывающего и на нас тоже и на все окружающее пространство непосредственное влияние речь идет о россии и речь идет о таком явлении как статья владислава суркова долгое государство путина и выступление самого путина послание федеральному собранию сегодня наш гость профессор университета ильи давид дарчашвили здравствуйте добрый день давид вот мы находимся по эту сторону кавказа и свое время лермонтов считал что можно скрыться за слове кавказа нового вообще-то у нас это не очень получилось и в свое время не очень получилось и сейчас не очень получается потому что факт остается фактом с россией у нас все всегда говорю две проблемы одна называется абхазия другая называется так называемая сети южная сеть это слишком много проходов по кавказу оказалось доказалось да ну кстати да еще дополнительно создавали в период советской власти но вопрос не в этом вопрос в том что ну россия действительно это достаточно крупная держава которая влияет на мировую политику и вот наш взгляд это наш взгляд а в общем и в целом конечно погода в мире во многом определяется температурах власти в россии скажем так хотя это не уже далеко не так как это было во времена советского союза преснопамятного куда мы все в свое время входили и вот появляется статья владислава суркова о том что государство путина будет долгим но это мне напомнило честно говоря из шварц шварцовская сказки убить дракона зима будет долгой но в общем то вот вы когда прошли первое что вы подумали то о чем первое мне подумала что боже мой какой абсурд чем люди заняты вроде люди не глупые ну вот приходится из-за того что политика искривленная россии по отношению к внешним значит игрокам и внутри по отношению к своему обществу то вот приходится вот такой дискурс выдерживать людям которые ну вроде бы книги читали вроде бы знакомые я не говорю уже а просто каких-то вот основополагающих текстах либеральной демократии хотя бы аристотеля хотя бы все то из чего исходит цивилизация ну то что сурков говорит это противоречит всему но когда он значит смешивает все значит до сих пор известные формы управления государством и формы политических систем в одну кучу и все они одинаково плохие россия тоже не очень хорошая но она все-таки ну под конец вот идея что чем-то да честнее потому что она не скрывает что она плохая ну ну об этом давно писалось и он к этому руку приложил свое время глупо все это другое что приходит на ум этот свое время дэниел кимич по моему тоже один из экспертов из европы по россии писал что современной россии это какой-то постмодернистический сумбу то есть что все там все смешано там не могут отказаться от каких-то символов и подходов вышеупомянутого советского строя но к тому же при хотела сказать не очень цензурное слово присобачивают ну в общем прилепляют какие-то цау символы времен царской россии что-то что-то пост значит советская и такими их криминально бизнесными подходами и ценностями замешанные вот все это смешано сурков еще один раз этим текстом показал что вот такой сумбург и абсурд я бы сказал происходит сейчас в российской официальной или около официальной интеллектуальной политической с политической мыслью знаете вот если мы начнем разбирать статью суркова по козочкам сначала конечно первое типа того ну что о чем это вообще а потом вот у меня лично выстроилась очень интересная картина то есть когда он говорит про ивана третьего государства иван ответить вас чего в принципе началась россия московье московское государство на третьего но совершенно четко то что было вот царством было ивана четвертого царства которое уже практически стало империи была европейская империя петра первого и была советская империя созданная лениным или на беременном стали нам стали на он не упоминает ну ладно бог с ним а а потом потом он говорит о том что вот вот но во всей этой продержанности вот 500 с лишним лет да правили была идиократия и только два периода это маленький период с февраля до ноября семнадцатого года и вот ельцинский период там были правили купцы как он говорит так вот самое интересное другое то есть это это не попытка ли отсечь вот так вот вот это ведь факт остается фактом путинская россия это примется ельцинской россии это вот такой поиск путей но в принципе при путине ничего такого не изменилось достало меньше свободы достало больше автократии но сам по себе режим при котором экономика власть просто единственное что олигархи стали чиновниками да но все остальное фактически фактически вот сурков идеологически наверное пытается отрезать от ельцина наверное и от того либерального наследия ельцина которая все-таки существовало мне все-таки кажется что главное нить что он также как и путин своем выступлении о котором еще поговорим он хочет польстить путину я не думаю чтобы он верил во все то что он говорит ну первую очередь отрезать россию от остального мира и в первую очередь от либерально-демократических стран противоставить противопоставить россию соединенным штатам европе всему тому что вот выросла на европейском европейской цивилизационной закваски на протяжении веков все остальное из этого исходит то что это не умно что это не не может как-то вот серьезно повлиять на будущее международных отношений долгосрочной перспективы и на будущее россии это так и это можно утверждать и по поводу того как он хочет отрезать от ельцинской россии путинскую россию ну никак это не получится те же люди ценности более-менее до скорректированы в сторону как бы этатизма государственности уже в целом в целом все это оттуда идет потому что ведь при ельцине тоже власть купцов это слишком большое преувеличение были тогда спецслужбы за купцами может быть более притаенные чем после путина ну и все это продолжилось как-то вылилось логическую концовку то есть из ельцина в путина то есть проблема за связи делали кстати по поводу тех же людей вообще по поводу того как воспринимается это люди потому что так или иначе давайте вот я всегда сетовал на то что у нас мало интересуются азербайджаном мало интересуются армения мало интересуются северным капказом но при внимательном рассмотрении к сожалению у нас и россии очень мало казалось бы там сам бог велел что давайте ребята посмотрите что у них там происходит то есть внутри россии механизмы власти механизмы различных группировок и так далее и вообще про что это сейчас у нас на связи старший советник ССС и эксперт фонда фри раша Денис Соколов думаю что попытаемся найти у него ответы на этот вопрос добрый вечер Денис статья Владислава Суркова долгое государство Путина имеет как минимум претензию на решение двух концептуальных задач первая экспертная оценка существующего положения дел и вторая заявка на новую диалогию вообще это отчет но про что это было то на самом деле с точки зрения научные да как уже много кто написал про это с точки зрения там политологической или экономической или политэкономической какой бы точки зрения не взять то что написал Сурков это в общем никакого отношения к экспертизе не имеет конечно да вот то есть в данном случае есть такое прекрасное отличие ну прекрасное развлечение между разными двумя двумя типами нарративов есть нарратив экспертный да это когда кто-то с точки зрения представлений современной науки или науки да скажем так оценивает тот или иной контент да или события и есть нарратив который называется источник это тот случай когда есть источник информации на основании которого можно оценивать состояние элиты там да или какого другого сообщества вот так вот соответственно на мой взгляд статья суркова это источник на основании которого можно оценивать состояние некоторого некоторого сектора или некоторого некоторые страты российской политической элиты российского политического класса я бы не сказал что это самые верхние страты да потому что самая верхняя страта она не такая рефлексивная мне кажется она занимается более приземленным процессом перенаправления больших-больших финансовых потоков и им не до рассуждения о том насколько глубинный народ куда он спрятался вот и так далее это рассуждение той страты политического класса который как бы берет на себя ответственность или пытается представить себя в качестве такого умного еврея при губернаторе да как говорят то есть того человека который рассказывает да рассказывает да владельцу до компании о том чем он владеет и что он через это и что он должен при этом чувствовать допустим плавая там такая акула большая которая раз проглотила добычу вот и тут же появляются эксперты которые рассказывают что он проглотил зачем он проглотил как он себя чувствует вот вот мне кажется статья срубкова это как раз тот самый случай когда он пытается рассказать аллигатору о том собственно о том как 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 художественно можно описывать его пищеварительный тракт есть два мнения по поводу точки зрения аллигатора одно мнение гласит что статья полностью согласовано с ним как говорит станислав белковский до последней запятой и второе мнение что это личная инициатива суркова для того чтобы вернуться в ближний круг но быть два мнения друг другу абсолютно не противоречит потому что вот это вот согласование аллигатора текста оно как происходит происходит он вот и текст согласовано при этом как бы согласовывать текст можно и того кто пытается стать войти обратно в высшую лигу да и того кто в этой высшей лиге находится разница и что-то что и пытается из нее не выйдет то есть в общем два состояния срубкова которые описывают эту экспертиза они в принципе почти одинаковые в российской медиа среде есть замечательное явление как телеграм-каналы типа низы горя кремлевского безбашенника и так далее которые сразу же после выхода статьи суркова выдвинули кучу версий о том что статья это было согласовано с патрушевым но не было согласовано с войной гириенко о борьбе башен и так далее то есть это такая конспирологическая конспирология а это прочитаю много версий придумывать про это но при этом суть мне кажется суть не меняется особенно но суть то не меняется но те кто сейчас дослушают могут подумать что этот процесс не имеет никакого смысла вот мы сейчас давидом дар чашвили посетовали на то что например у нас в процессах происходящих в россии никто разбираться особо не хочет а ведь было бы неплохо просто знать что есть борьба башен и попытаться понять кто в этих башнях сидит из чего они сделаны из слоновой кости или из какой-нибудь другой субстанции где тот же сурков который кстати отвечает за абхазию и так называемую южную осетию здесь абсолютно согласен нет тут совершенно не бессмысленно все это читать и смотреть потому что политика состоит же как минимум из двух составляющих из того что происходит и из того как как оценивают и что думают разные люди о том что происходит и что они делают и вот это вот если вот эти мысли о том что происходит а мысли о том как бы как как это описывается и как это надо понимать если они не действуют прямо сейчас например на действия там допустим хозяев роснефти там по отношению не хозяева управлять контролирующие группа контролирующие роснефти да с группы контролирующие газпром например там взаимодействуют может это не влияет прямо сегодня на это но это в любом случае будет дальше влиять так или иначе потому что люди все-таки так устроены что они пытаются объяснять себе свои действия и в принципе даже действуют исходя из некоторых объяснений поэтому это имеет смысл конечно почему нет то есть но это просто я просто хотел сказать что сурков это не совсем как бы экспертиза в данном случае это не совсем наука о том как с чего сделана слоновая башня это как раз как бы такой сигнал из слоновой башни вот мы постучали по да или отправили луч да вот вернулся такой отраженный вот или мы просто сидим и измеряем что из этой слоновой башни доносится вот донеслось там ага это такой источник источник который позволяет мониторить что там происходит в этой слоновой башне но только это не правда про слоновую башню потому что такое правда это вообще разговор в пользу не бессмысленный в данном случае да совсем то есть для того чтобы сформулировать какие-то там условно научные концепции надо договориться о терминах да системе измерения в чем мерить в чем в чем мерить кремль там в сурковых или в нефтедолларах или или в количестве уголовных дел надо договориться в чем измерять да и тогда можно сказать что вот если измерить кремль в нефтедолларах то это вот так а если мерить количество уголовных дел то это вот так а если мерить сурковых то это вот про глубинный народ Ну просто говорить о том, что он ничего нового не сказал, но это бессмысленно, потому что да, вот чего он может сказать нового. Ну да, правду мы никогда не узнаем, даже если ее нам скажут. Но Акремль в основном мерят в Сурковых и их подчинках. В ЧВК Вагнерах, он меряется в Новичках. В ЧВК Вагнерах и Новичках их мерят все-таки в других местах и другие люди. Но давайте перейдем к хозяину башен, руководителя огромной страны, которая претендует на статус мировой державы. В ежегодном послании к федеральному собранию ни слова не говорит о внешней политике. Кроме короткой буквально в одном предложении жалобы на США. А потом переходит к ракетам, подлодкам, подлетному времени. Да и по внутренней политике ничего. Врачи должны жить хорошо, интернет должен быть быстрым, экономика должна расти. Вам это не кажется странным? Мне вообще ничего не кажется странным, потому что мы столько уже всего видели, даже за очень небольшое с точки зрения историческое время, которое мы можем наблюдать. Поэтому странного в этом ничего нет. А собственно, что еще может Путин сказать сейчас? Просто, когда росли цены на нефть, когда росло благосостояние россиян, когда Россия была в какой-то положительной динамике во все направления, и надежда еще не оставила эту юдоль, тогда можно было какую-то повестку формировать. А теперь просто нет ничего, вокруг чего можно строить повестку. С точки зрения внешней политики можно, в принципе, в пределе, это Южная Корея, где-то там в пределе, то есть выдернул чеку у гранаты и зашел в общую комнату, или там уже находишься, прямо в общей комнате и выдернул чеку. И вот это называется внешняя политика примерно. Потому что других аргументов вроде бы уже нет, они все уничтожены. Они последовательно уничтожались на протяжении последних уже почти 10 лет. Поэтому, ну да, в этом плане Путин, наоборот, очень низко. Он ничего не изображает, он говорит, как есть. Вот у нас есть подлетное время, и какое-то неизвестное никому, даже ему, наверное, количество, скажем так, боеспособных боеголовок и носителей. То есть, понятно, что количество знает, но насколько все это полетит, и куда полетит, никто не знает, и эта неопределенность создает... Практически это и есть вся повестка внешнеполитическая. И каждый год новая ракета. На этот раз, правда, мультик не показали. Хватит уже мультик показывать. Мультики показывают, кто начинает их все рассматривать, кто еще там смонтировал, изучать. Это неблагодарное дело, мультики показывать. А что рассказывать про внутреннюю политику тоже? А что расскажешь? Да, надо повышать... То есть, в принципе, больше никакого адекватного разговора, кроме как давайте улучшим жизнь учителей, врачей, о чем еще можно разговаривать. Там понятно, что за последние, тут уже можно говорить, почти 20 лет, все остальные месседжи про модернизацию, про все остальное, вот, это уже ушедшая история. Нельзя повторять ее многократно, она уже не действует. И тем более понятно, что мы уже в эту сторону не движемся никуда. У нас глубинный народ, который надо накормить человека. Кстати, интересная деталь. На всех каналах YouTube, даже ведущих российских телеканалов, дислайков было больше, чем лайков. Это довод в пользу суверенного интернета? Ну, как бы, да. Но уже не спасется все равно. Был суверенный интернет, возьмем в кавычки, в Советском Союзе. Ну, вот и что. Там получилось два суверенных интернета. Один суверенный интернет от мира, а второй суверенный интернет от государства. Худо-бедно более 70 лет спасал. Ну, нет, ну, 70 лет – это перебор. Почему 70 лет? Ну, надо говорить о последних двух советских поколениях. Потому что до начала 50-х спасал это не это совсем. И несуверенный интернет. Там были совершенно другие, менее гуманистические механизмы спасения власти. И более действенные. Кстати, последний вопрос. А если российские власти решат перейти к более действенным мерам, ресурсов у них хватит? Тут ресурс перейти-то есть, но просто здесь несколько сразу таких проблем возникает. Первая проблема, она такая общая, потому что если перейти по-настоящему, к такой репрессивной истории, то можно, в принципе, забыть про любую экономику и про любое развитие. Потому что понятно, что это все встанет намертво, и тот, кто не успеет убежать, то спрячется. Так что его будет не найти. А второе, те люди, которые говорят или думают о переходе к репрессиям, они же сами там живут в вполне современном мире. Их дети учатся в Лондонах, их жены рожают в Майами. Как это все сосчитать? Я не думаю, что среди этого политического класса большинства готовы перейти на кирзовые сапоги и на порту Перевер. А зачем сочетать? Есть Путин, есть глубинный народ, и те, кто по следению могут видеть Куршавель. Нет, но Путин, глубинный народ, то они есть, но это есть, это, как это сказать, это порождение, у Перевина есть прекрасный рассказ из раме, там про шлем ужаса, да? Глубинный народ и Путин, как со своим долгим государством, это, в общем, порождение шлема ужаса Шурцуркова. И большинство здравых людей в политическом классе прекрасно понимает, что это не та реальность, которую можно взять и куда-нибудь прикрутить, в виде болта или винта. Это реальность, которая существует, порождается сознанием, и сознанием уже всасывается. То есть одним больным сознанием порождается, а потом другими всасывается и перерабатывается, и снова все это по кругу происходит. Поэтому все-таки ощущение, я думаю, что у большинства представителей довольно циничного и прагматичного политического класса российского, у них нет таких желаний вот прямо перейти на военное положение. И они прекрасно все понимают, что вообще, если этот глубинный народ начать искать, то, в общем-то, его будет не найти. Да, это действительно так, и это из цикла «Хорошо жить, а хорошо жить еще лучше». Да, я бы даже сказал, что если бы очень долго искать глубинный народ, найдешь разве что Кадырова только, да, в этой глубине. Большое спасибо за интересную беседу, всего доброго. Кстати, про Кадырова не соглашусь. Кадыров не глубинный народ, Кадыров – Путин. Причем для своих он даже больше Путин, чем сам Путин вообще. Я подписан на него в Твиттере и Телеграме. Очень интересный персонаж. Давид, в общем и в целом, если мы сейчас перейдем от Суркова к Путину, мы к Суркову еще вернемся, потому что Сурков, он в идейном смысле вечен, то есть вечный источник вдохновения. Вот от Суркова к Путину. Но вам не показалось, действительно, вот я спросил сейчас у Дениса, вам не показалось странным несколько, что какое-то скомканное было выступление. Вот, ну, врачи, учителя, быстрый интернет, а потом, ну, вот США вводят против нас незаконные санкции, у нас есть ракеты, ракеты, ракеты. Подводные лодки Пассидона и так далее. Несколько необычно это прозвучало. Для меня это прозвучало необычно. Раньше он был более снова охотный. Вы знаете, как-то начали разговор какими-то ассоциациями, что пришло в голову и так далее. Ну, приходит в голову какой-то загнанный человек, образ загнанного диктатора в каком-то бункере, откуда он еще кулаками махает, машет. То есть, да, понятно, он может создавать проблемы и своим, и чужим. Он может как-то капитализировать на социально-экономических проблем европейских стран, опять же, связанных с потоками беженцев в 2015-2016 году. И, значит, на этой почве как-то расцветающим популизмом манипулировать, да, но это все-таки никак не сравнимо, скажем так, употребляя только в другом смысле образы Суркова, с глубинными структурами либерально-демократических стран. То есть, у них экономика здоровая, у Путина она нездоровая. Со своими болезнями, но болезнями, которые лечатся. Да, да, конечно. То есть, она построена на каких-то известночных принципах, насколько они существуют в подлунном мире, и она действует. Она богаче, гораздо богаче. И общество из-за этого не хочет никаких потрясений, не хочет войны. И это Путину кажется слабостью, слабостью на самом деле это сила, потому что если доведут до точки, то они обязательно будут противостоять. А противостоять они могут гораздо сильнее, исходя из качественно больших ресурсов, чем у России. И то есть, в этой игре долгосрочной перспективы, никаких шансов у России нет. И он и Путин играет в заранее проигранную игру, но он как-то вот сам решил свою власть основывать на вот таком блефе. И вот в этом блефе ему помогают субъекты типа Суркова, разглагольствуя о каком-то, значит, глубинном народе и долгосрочном государстве, которое ничего общего с правами человека, с верховестом закона не имеет. Кстати, очень интересное интервью было у Глеба Павловского, который, мне кажется, сам какое-то время приложил руку к службе глубинного, так называемого, государства, но сейчас гораздо более трезво оценивает все, что происходит. Павловский сейчас пустой выпал из пола полностью. Понятно, что, да, в свое время Глеб Павловский, кстати, и Станислав Белковский, они участвовали в государственном строительстве, но это было другое. То, что они делали, они по кирпичику, вот то, что произошло сейчас, конечно же, положили, и не по одному кирпичику. Просто не думаю, что они рассчитывали на то, что итог будет такой. Ну, игра против демократии, против каких-то извечных принципов добра и зла всегда закончится плачевно. Тут на Станислава грешить не надо, тут скорее Павловский, действительно, это я просто... Сказал о том, что в разных лагерях, конец девяностых... Нельзя играть в имперские игры. Ну, да, наверное. Ну, вот смотрите, у Суркова интересный момент есть, вот вы сейчас сказали о Западе, но вы как-то его объединили. Между тем, Запад же, он ведь очень разный, очень разный, от Орбана до Туска, от Терезы Мэй до этого, ну, скажем, того же Макрона вполне можно. Возьмем недавнее заявление министра экономики Германии по поводу того, что северный поток – это здорово, что у нас в России есть свои интересы, что европейские страны должны предлагать усилия, чтобы выйти из санкций, которые носят чисто политический характер. Это же, причем это же, если бы я специально залез, на это все-таки большая калиция, я залез, посмотрел, он откуда. Если бы он был бы социал-демократом, я бы сказал, ну, да, все понятно, Шедоровский кадр и так далее. Нет, христианский демократ. Вот этот момент, я уже не говорю о том, что Сурков говорит о том, что вот мы дали пример, мы дали, мы подаем пример, мы подаем альтернативу. И вот эти все, Орбаны, ну, в Польше там у них не получается, но вот альтрайты, альтернатива для Германии, Лепен и так далее, они действительно, если не смотрят, то посматривают на Москву. Вы знаете, в свое время Ленин говорил, что мы отняли у Антанты, тогдашней западной демократии, их солдатов, то, что есть полезные идиоты и так далее, и там подобное. То есть, это тоже из старой, старой истории, используя слабости, потому что, ну, ничто абсолютно сильным на этом мире никогда не было. Используя слабости, это вот именно то, чему учат в спецслужбах России. И прекрасно Путин и его команда этим пользуются. Сейчас появляются новые характеристики, типа гибридной войны и так далее, и тому подобное. Но все это как-то развитие старых навыков, использование слабостей врага, то есть, кого они считают врагом, в свою пользу. Но на самом деле этих слабостей все-таки меньше, чем силы. Я об этом иду. Речь и общего между Германией и Америкой гораздо больше, чем между Германией и Россией. Потому что они там строят и стоят не на глубинном государстве, как это понимает Сурков. Она, значит, культуры компромиссов и сочетания разных интересов на идеи ценности освобождения бизнеса от политики и так далее и тому подобное. Об этом, ну, там она писана, и он прекрасно это знает. Но он все-таки хочет все очернить и показать, что Соединенные Штаты та же Россия. Нет, не так. А в России все это объединено и все это держится на авторитаризме и на популизме и на, значит, подавлении прав человека. Там этого нет. Хотя, конечно, проблемы и в этом плане везде происходят и там есть Гуантанамо и так далее и тому подобное. Но это разные миры. Будут, но в то же самое время есть национальный интерес, есть групповые интересы. Все это не очень легко сочетается. Этим путем пользуется. Если бы я был на месте немецких бизнес-кругов или политических кругов, то, может быть, значит, я бы тоже сказал, что мне сейчас нужен этот Северный поток и в конце концов он будет играть в нашу западную пользу, а не в пользу России. Да, потому что труба-то с двух сторон и взаимозависимость. Так что всего есть своя логика. Очень интересный вопрос мне в свое время задали. Мне сказали, Гелл говорит, можешь сказать один аргумент, почему Европа должна отказаться от Северного потока, кроме политических. То есть, кроме Украины. Украина, понятно, это очень серьезный аргумент, но вот кроме Украины можешь придумать аргумент, просто придумать аргумент. Честно говоря, я долго думал, вот в зависимости вы сами сказали, что в зависимости она обоюдная. Кроме всего прочего, сейчас мы знаем, что загнали Северный поток в рамки регуляции ЕС, и мы всегда привыкли ругать регуляции ЕС, но вот сейчас мы видим, как это важно оказалось вдруг регулировать, потому что если бы не было бы регуляции, то Европа получила бы монополиста. В общем, я хочу спросить у вас, так, вы верите в кризис либеральной демократии, или это в принципе нормальное состояние, что сейчас происходит? Ну, смотря, опять же, что называть кризисом, да, проблемы возникают время от времени, эта система как-то веками выстроена, да, у нее были разные формы, если мы через века проследим, но все-таки это века, и это связано как-то, я бы даже сказал, посмелился бы сказать, с юдо-христианской культурой, то есть это продолжение вот этого цивилизационного цивилизации, и, конечно, были кризисы, была чума, были войны, потом все становилось на свои места, мир так устроен, к этому миру подсоединилась Япония, он сейчас глобальный, Россия играет против этих системных характеристик, и сколько бы она ни уповала, я имею ввиду, опять же, путинскую Россию, на ее слабости, но в целом-то это такая глыба, такой монолит, что ничего с ним не будет. Кстати, вот по поводу это у Шпинклера прозвучала мысль, что это, в принципе, европейские ценности, есть ценности иудеохристианские, и не надо себя тут обманывать и политаретно говорить, что это европейские ценности. Другое дело, что из этих ценностей потом выросло, эпоха возрождения, просвещения и так далее, и тому подобное. И экономические принципы, то есть принцип нахождения баланса между экономикой, политикой и общественной сферой, то, что они сделали. Но это никак не значит, что ислам или буддизм как-то противоречит. В нем есть те же начала, и в конце концов мир прекрасно может уживаться, имея разные какие-то цивилизационные оттенки. Вот самое интересное, Хантингтон выделял почему-то Россию в отдельную цивилизацию, с чего в принципе вот мне это не совсем понятно, потому что, как мне кажется, тут просто речь идет о каком-то торможении в развитии государственных форм, нежели отдельной цивилизации, распазывать Россию как отдельную цивилизацию после эпохи Петра несколько сложно. Хантингтон интересным мыслителем был, его значит наследие будет резонировать долго, но это не значит, что во всем он был прав. Он был во всем прав. Кстати, вот по поводу того, и по поводу того, насколько Россия это Европа, и очень интересное мнение Дмитрия Травина, человека, который в принципе занимается этой проблематикой наверное всю жизнь, у нас как остается он на связи профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Добрый вечер, Дмитрий. Два события, которые не могли не привлечь внимания людей, интересующихся российской политикой. Это статья Владислава Суркова «Долгое государство Путина» и обращение самого Путина к Федеральному собранию. Когда я смотрел выступление Путина, у меня сложилось впечатление, что перепутались роли. Сурков писал о концептуальных вещах президент России говорил про социалку и ракеты. Начнем с Суркова. Эта статья про что? Сурков любит говорить о концептуальных вещах, правда, высказывается не очень часто, но мне кажется, что в данном случае Сурков отразил ту общую идеологию, которая формируется сегодня в России, причем формируется последний год после того, как Путин в очередной раз выиграл президентские выборы. В чем состоит эта идеология? Она, когда не отрицает полностью и старую идеологию, скажем, идеологию осажденной крепости, вокруг которой все враги, но к старой идеологии добавляет новый элемент. Смотрите, Путин выиграл выборы, после чего не начал никаких экономических реформ, не попытался вывести страну из долга до очень долгой стогнации, он просто занялся финансами, поднял налоги, чтобы сбалансировать бюджет, поднял пенсионный госрочный, балансировать пенсионный формиру. А для того, чтобы люди думали, что у нас экономика еще растет и жизнь как-то улучшается, сменили главу Государственного комитета по статистике и началась явная фальсификация и статистики. То есть Путин, как я представляю, пришел к выводу о том, что как-то улучшать жизнь населения не надо, население можно просто манипулировать. Вот Сурков показал один из возможных вариантов, манипулировал. В добавление еще раз подчеркиваю к тем, которые были раньше. смысл следующий. Радуйтесь, дураки, что у вас есть победитель Путина. Не ожидайте, что жизнь станет лучше. Просто без Путина она была бы совсем страшна. Посмотрите, как плохо живет Украина, посмотрите, как плохо живут другие соседние государства постсоветского красноханства у нас живет жизнь и все-таки душа. Ну и в качестве некоего обоснования того, что такого рода этиология может пройти, Сурков ввел понятие глубинного народа, что мол народ наш такой умный каким-то глубинным сознанием, что он за такие вещи и будет любить президента. Ему нужно больше ничего такого остального. Я не знаю, придумывает ли кто-то, кроме Суркова, такую идеологию сегодня в российской власти, но мне кажется, что это вот то, что нам так или иначе будет тюхивать в течение ближайших лет. Конечно, но любая идеология это попытка манипулирования массами, но вот интересный момент, такое впечатление, что попытки Суркова создать хоть какую-то идеологию, это попытка представить ту самую систему, которая сложилась некой идеократии, хотя это ни разу не так. В какой-то степени, наверное, так. Действительно, я часто сталкивался с тем, что российские граждане хотят идеологию, они хотят, чтобы им показывали, как правиль должен стать, что истина, что не истина, кто главный, кто почему. Причем эта идеология может выражаться в разных механизмах, начиная от традиционного, православной церкви, которая задает самые общие представления о том, как правиль и должности. Причем в православии, в отличие, скажем, от различных протестантских конфессий, человек определяет, как его жить с помощью священника. Это не личный контакт с Богом. Ну, а кроме этого, этой идеологии есть еще идеология государственная, где через государство объясняют, как правильно жить. И вот концепция православия составит в том, что православие правильное жить надо, подчиняясь властям, потому что только власти нас избавляют от ужасов. Если бы не было правильной власти, то мы бы уже скатились в какой-то кошмар. И не надо глядеть на Запад, говорит Сурков, на Западе механизмы власти не чуть-чуть лучше, чем у нас, только у нас честнее все. Да, вот такое оправдание диалога. А разговоры о вожде и глубинном народе при отсутствии элиты это про что? Не про то ли, что Сурков в последнее время потерял свой аппаратный вес и хочет вернуться? Или еще о чем-то? Я думал, Сурков был бы не против вернуться. Но что касается общей структуре идеологии, как связи государя с народом, здесь нет ничего общего. Это логика, которая Путину закладывалась практически с самого начала, то есть почти 20 лет назад в свой подход. Более того, под это собственно выставлена и российская конституция, хотя она выстраивалась не под Путина, а еще раньше. Народ избирает президента. Президент практически не имеет сдержек противостояния. Парламент формален, суды формальны, механизм импичмента столь сложен, что его не удавалось реализовать даже в худшие группы и милиции. То есть народ избирает себе царя на раньше было 4 года, сейчас на 6. Элиты в этом механизме не существуют. Все просто слуги государя. Парламент это чиновники назначенные быть парламентариями. Церковь это чиновники назначены заниматься окормлением. Ну собственно чиновники понятно таковыми и являются. Бизнес это чиновники которым доверено руководить многобиллиардными состояниями. Но в принципе как показался Джорджио Стучиха Драховского в любой момент это можно отнять и передать по лодочкам. И с тех пор люди типа Терипаски это понимают и на первую проговаривают достаточно что мы просто государством назначены элиты. Так что элиты нигде не было, элиты перейдут. Но да, можно сказать что есть нам плотное в том смысле в каком это понятие владелось еще в советское время. Просто разница в том что в советское время существовал в советское постсталинское время существовала коллегиальная система управления где генеральный секретарь был первым секретарь но сейчас она абсолютно не так что здесь Шухов ничего нового не сказал на этом все строилось с самого начала но по сравнению с предыдущими годами правления Путина состоит в том что раньше Путин свою легитимность получал от повышения роста экономики и повышения доходов в первые 10 лет люди говорили как хорошо что сейчас в 90-е периоды мы наконец начали направить жизнь и это в общем отражало по крайней мере состояние в экономике хотя Путин не был чудотворцем спасшего Россию от плохой экономики вот затем когда этот механизм сломался и мы вошли в состояние длительной стагнации произошло присоединение Крыма к России и легитимность покоилась на том что Путин спасет отечество от коварных украинцев от базы НАТО которая была уже в день севастополя если Путин не заталкивает ну вот сейчас с экономикой становится неуче на этом охоте лукой как мы говорили в начале нашей беседы будут ли что-то присоединять я не знаю сказать трудно во всяком случае это все-таки довольно сложный технический вопрос взять что-то присоединить поэтому любого говорят радуйтесь так что есть без этого у нас совсем страшно ну вот людям это сказал Владислав Сурков чиновник в общем-то уже второго уровня а вот президент человек который по мнению Суркова связан со своим народом глубинными нитями ничего концептуального не сказал я думаю что его не должно было быть в России по крайней мере да в общем во многих других странах очень редко авторитарный лидер излагает основу той философии на которой покрылся его режим этим не занимались и советские лидеры многие просто и не способны были этим заниматься в стиле крайне ограниченности среду сознания Сталин это делал скорее послевым путем через КПБ в своих речах он все-таки немножко отбывал обычно но сами в общем-то тоже этим не занимались историей русской философии на Станинской государе а мыслители которые так или иначе эти вещи излагали в сегодняшней России вот эта вот идеология которую Сурков сконструировал в своей статье оно на практике осуществляется ведущими каналами телевизора стандартный российский обыватель телевизор включает телевизор и видит ему все реже рассказывают о положении России все чаще он и жмаром положил он видит вот Украина братский народ в принципе вроде бы очень похоже на нас но из-за того что стремился к демократии и продался живет намного беднее чем мы ну собственно и статистика показывает к сожалению что Украина если не беднейшая то одна из беднейших стран Европы сегодня и политические катаклизмы которые там происходят активно используются российские телевидения для манипулирования сознания России надо к сожалению заметить что украинцы при всей моей любви к Украине при всем уважении украинской демократии сделали очень много для того чтобы с их помощью российскими надеждами можно было не дружить в общем Путин мог бы если бы этот как бы режим в общем допустим просто оптимальный ну вот в других местах тут не бог ли что Беларусь жили бедно люди из Беларути Украины постоянно приезжают в Россию искать работу то это просто мы видим даже без телевидения то же самое Узбекистан то же самое Баджикистан запад конечно живет значительно богаче но во первых многие россияне подавляющее большинство российских граждан на запад не ездят и все это дело не изучают во вторых людям говорят что вот да запад не живет здесь Бакар то живет но механизмы управления там такие же как у нас только еще менее чистые а в каком-то смысле Голливуд тоже помогает ну там Голливуд различные телевизионные компании помогают Путину это представление оформировать тот же карточный домик посмотреть и если люди поверят что это всерьез то конечно возникнет представление что у нас еще гораздо честнее чем у них да кстати Суркова упоминает именно карточный домик и босс но при всем при этом насколько идеологическая модель Суркова может быть принята российской властью или это просто упражнение на вольную тему я уверен что собственно этот механизм реализуется на практике просто без Суркова либо при очень посвенном участии Суркова насколько в этом участвует Сурков я просто не знаю и думаю что никто не знает кроме очень узкого на практике вот все так и делается с помощью телевидения телевидение контролирует известно кто и более менее понятно кто контролирует главных фигур на телевидении Сурков это все обобщил зачем он это сделал тоже не думал может быть просто ему хочется иногда пофилософствовать но может быть это такая слизница к Путину смотрите как я хорошо понимаю идеология может меня вернуть может быть это сделано еще для чего то скажем я даже не исключаю такого варианта судя по тому как интенсивно обсуждалась статья Суркова намного интенсивнее чем любое выступление Путина вот исходя из этого я не исключаю того что Сурков просто этим поднимает на рынке крупных персон цену бренда Сурков Сурков это бренд так же как брендом является Ксения Собчак или не буду называть фамилии известных российских якобы политологов чтобы их не пиарить но 3-4 имени точно можно назвать и вы их знаете даже не их это все бренды если в обществе создается представление что надо читать Суркова то ценность этого бренда повышается на этом просто можно зарабатывать хорошие деньги ну как зарабатывает Ксения Собча всем понятно как может заработать Сурков это сложнее но ценность бренда да это получается большое спасибо за интересную беседу всего доброго действительно Сурков это бренд впрочем в современном мире все публичные персоны от популярных блогеров до президентов так или иначе бренды и сложно не согласиться с Дмитрием Травиным что стоимость бренда Владислава Суркова после сумевшей статьи возросла бренд Суркова это дело уже самого Суркова а вот продолжая разговор по поводу идеологии как по вашему то что написал Сурков это действительно идеология современной российской власти или же это просто мне кажется это суррогат какой-то идеологии это в принципе защита авторитаризма против демократии вот можно так характеризовать как бы это не было бы завернуто в чем-то особенно в каком-то романтическо-националистическом значит романтическо-националистической обертке и вы знаете было противостояние между либеральной демократией и коммунистической идеологией вот это было противостояние там были значит столкновения идеологии и 20-й век характеризовался этим был ну явно национализм доходящий до нацизма и фашизма ну это тоже как-то я бы сказал больше клонит к суррогату но какая-то вот явно яркая а это какой-то вот застенчивая попытка прикрыть какими-то фразами о глубинном народе которого не ощупать и вот Глеб Павловский об этом как раз говорит и на самом деле защищать власть авторитарного лидера но это не имеет глубинных корней чтобы долго держаться и противостоять настоящим идеологиям вы знаете может это и хорошо что не имеет и может это и хорошо что сейчас либеральной демократии противостоять не такой монстр как коммунистическая идея которая в общем-то захватывала массы и это достаточно разных формах там в Латинской Америке в том же Китае и так далее порождало ну действительно тут не сон разума порождало чудовища вот именно вот этот вирус марксизм да конечно это было гораздо серьезнее сейчас мы имеем дело я бы еще добавил один фактор это криминальная ментальность то есть это авторитаризм на закваске криминальной ментальности вот что представляет то что проталкивает Путин в своей стране и в мире ну учитывая эпоху первоначального накопления капитала вот так по Марксу да и учитывая то что вот это что сами по себе буржуазные отношения и либеральная демократия она выросла тоже вот из этого ну если мы вспомним не совсем она также выросла из именно это вот юдохристианских корней этот элемент тоже присутствовал я это имею ввиду вы знаете элементы везде всюду присутствуют элементы из добра и зла или говоря более приземленно вот каких-то антисистемных вещей и системных вещей но опять же главная соль в том каков баланс этих элементов это не значит с одной стороны сто процентов с другой стороны ноль нет это принцип пятьдесят одного процента скажем так вот где качественно больше системных вещей а где качественно меньше вот в этом противостоянии Россия проигрывает и просто вот махает кулаками во время проигрышной игры я просто хотел бы закончить на оптимистичной ноте может быть это детская болезнь вот это роста либеральной демократии и мы сейчас конечно мы смотрим со своей точки во времени и в пространстве если бы мы находили сейчас где-то в восемнадцатом или в семнадцатом веке где-нибудь в Британии или во Франции там бы выглядело бы все по-другому и мы бы рассуждали бы наверняка о других вещах может быть пройдет время и будут говорить да вот прошло знаете все-таки затянувшаяся детская болезнь если она детская мне кажется что люди эти они прагматичны и Суркова прагматичен он знает что он блефует Путин мне кажется в целом тоже прагматичен хотя клонит его к старости и к старческому не буду говорить романтизм да но в целом нужно будет значит смена смена то есть хорошая встряска и циркуляция российской элиты несомненно смена поколения смена элит она неизбежна и кстати мы тоже к этому должны быть готовы мы как небольшое государство с Россией мы тоже к этому бывшие значит советские образования тоже страдают многими теми болезнями которыми страдает российская политическая элита и вот как раз таки я надеюсь на то что это детская болезнь через которую мы должны пройти и мы должны ее преодолеть переболеть хотя хотя да с нашей точки зрения метафора детская не совсем нравится дети оставим детей в покое с точки зрения да с точки зрения нашего поколения с точки зрения нашего времени и нашего физического существования вы знаете мы должны наше общество первую очередь то и российское общество тоже должно воспринимать то чего достигли во Франции в Германии как свое то есть мы часть той цивилизации да отколовшаяся более в трудных условиях поставленная но часть оставшая в развитии да давайте присоединяться и не нужно ждать веками и повторять снова выдумывать велосипеды то что они достигли это наше сложно с вами не согласиться огромное спасибо за интересную беседу всего доброго и до новых встреч спасибо вам спасибо что были сегодня с нами всего доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...